Дорогие друзья, мне казалось, что я о Германии знаю всю. Я там провел немало лет своей жизни и уже 15 лет являюсь сам экспертом одного из немецких фондов. Так вот, действительно, общество Макса Планка можно рассматривать формально по своей структуре аналогичной Академии Наук. Но работает эта организация полностью противоположным образом. Как? Общество Макса Планка состоит из членов этого общества, как оно помилуется два слова потом. И это общество ищет в мире людей по публикациям, которые что-то сделали, и они видят за этим будущее. Они приглашают этого человека в Германию и говорят ему, интернационально, там не обязательно немецкий бюргер нужно для этого говорить. Пожалуйста, мы вам даем институт, если вы согласны, берите, вот вам бюджет какой-то, и в рамках этого бюджета делайте там, что хотите. Один директор института Макса Планка сказал мне даже в шутку, мы можем, мы абсолютно самостоятельны. Мы можем там элефантинти, по-немецки это значит слонов выращивать, и никто нам ничего не скажет. Принципиальная вещь. Институты Макса Планка никто не оценивает, потому что это бессмысленно. Если пригласили специалиста с мировым, даже не с первым именем, а который что-то придумал, чтобы это оценить нужно располагать эрудиции или знаниями высшие, которые в принципе на сегодняшний день невозможны. Поэтому, если такой человек соглашается стать директором института Макса Планка, то этот институт существует до тех пор, пока жив его директор. Как только он уходит по разным причинам, либо по естественным, либо он отказывается быть больше директором, тогда этот институт распускается. А в здании, оно используется, безусловно, инфраструктура используется для другого приглашенного. Нет в Германии никакой комиссии, которая бы регулярно оценивала деятельность института. Теперь как формируется общество Макса Планка, это тоже принципиальный момент. Вы вначале становитесь директором института, вот такие приглашенные со всего мира, а потом вы автоматически становитесь членом общества Макса Планка и сами пытаетесь оценить, кого мы еще можем пригласить в нашу страну, из других, из Украины, или из Америки, откуда угодно, из Гондураса, чтобы вот он сделал, вот этим занимался он. Более того, члены общества Макса Планка не получают никакого вознаграждения за то, что они там существуют. Это директора института. Что предлагается сделать у нас? Мы создаем какую-то центральную комиссию, которая будет состоять из экспертов, уважаемых. Ну вот я сам эксперт немецкого фонда. И эти эксперты будут оценивать, как я сегодня услышал, эксперты, эти будут члены Академии наук. То есть люди, которые сами себя сегодня избирают, оценивают и облачивают. Я не против персональной оценки людей в нашей Академии наук, которая сложилась так, как она сложилась в результате тоталитарного Советского Союза. Там неисталантливые и светлые головы. Но такая структура, она не может существовать, она абсурдна. И все, что мы можем сделать, это создать какую-то центральную комиссию, которая будет оценивана. Это путь в никуда, дорогие друзья. Я это говорю не для того, чтобы вот с кем-то проспорить или сказать. Я сам в этой Академии наук 35 лет работаю у нас. И за эти 15 лет я провел за рубежом. Об Америке и о Германии я знаю все, и почти все. Еще последний тезис, самый-самый главный. Значит, я вынужден... А, три тезис. Научную потенцию нельзя или достижение невозможно оценить. Потому что вот выбрали директора, и не пошло это направление. Ну, кто же это знал, да? Вроде все было и не пошло. И все равно этот институт существует до тех пор, пока жив. Профессора в институтах, в университетах, они пожизненные. Их нельзя уволить. А в институтах Марса Планка, хочу вам сказать, нет аспирантов. Потому что аспирантура это только прерогатива университета. Ну, и самое последнее. Я вынужден был отказаться от своего членства в Американской Академии Наук. Потому что там членом становится человек, который заплатил 100, примерно, 100 долларов в год. И будет и быть членом Американской Академии Наук. Я много лет им был. Ну, а сейчас моя зарплата в состоянии это 4,5 тысячи гривен. Ну, не измените, жабу заела. И я вот отказался. А люди пишут, take your place, пожалуйста, опять. Я говорю, не могу. Да. Спасибо.